МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лихие движения, отработанные команды. Легко догадаться, что эти мальчишки сейчас представляют перед своими глазами. Они защищают Родину. Показательное выступление – один из этапов фестиваля патриотического воспитания от Ибаты шли солдаты. Пока есть такие люди, которые проводят такие конкурсы, есть такие дети, которые сегодня выступают на сцене, у которых горят глаза, которые любят свое Отечество. Это уже видно. Будущее у нашей страны, у нашей Великой России есть. Военный комиссар Вячеслав Клявень – судья фестиваля с самого его основания. В выходной день офицер приходит в Дом культуры поселка Чистцы, потому что уверен – патриотическое воспитание – такая же часть его профессиональных обязанностей. Поразило меня то, что очень много совсем маленьких-маленьких ребятишек, мальчиков и девочек. Это говорит о том, что у нас целая хорошая, налаженная, комплексная программа и работа по воспитанию у нас всех защитников Отечества с малолетства. Четырехлетняя София – самая маленькая участница фестиваля. Родители привезли юную вокалистку на первое публичное выступление. Она впервые сегодня приехала выступать с большой сцены. Так-то она занимается с трех лет вокалом, с педагогом. Рядом к выступлению готовятся танцоры. Команда из Голисына приготовила два номера – «Патриот» и «Родная наша страна». Фестиваль для них – это одна из возможностей показать себя широкой публике, без чего, конечно, невозможно творческое развитие. Мы должны участвовать во всех муниципальных конкурсах, чтобы о нас знали, видели, помнили, что мы занимаемся не просто так. Фестиваль «Аты-баты шли солдаты» проходит в Доме культуры поселка Чесцы. Недавно он стал подразделением Захаровского ДК. И теперь директор тут – Владимир Веницкий. Общественный деятель, депутат округа, создатель известного конкурса молодежного творчества «Рождественская звезда». Новый руководитель планирует сохранить уже созданное и добавить что-то свое. Я всеми силами буду стараться поддерживать этот фестиваль, развивать его. Более того, скажу, у меня есть много сейчас идей, что можно из этого вообще сделать. У нас, на мой взгляд, могут родиться и должен родиться Центр патриотического воспитания в Одинцовском городском округе. О необходимости создания таких центров говорил президент страны. Если удастся включиться в этот федеральный проект, Одинцовский округ получит дополнительные организационные, информационные и финансовые ресурсы. Так что, возможно, фестиваль «Атыбаты и шли солдаты» в следующем году станет чем-то большим, чем просто фестиваль. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.